Здравствуйте, здравствуйте. Мы когда-то здесь были с Михаилом Державиным, это была не линия жизни, а линии жизни на двоих. А сейчас, значит, я, очевидно, вырос, подрос, и меня одного позвали. Она действительно интеллигентная, милая, все каналы культуры еще держатся из последних сил, и это очень приятно. Причем они сказали, что хочешь говорить, но линия жизни, я подумал, это какая-то немножко хамская, нахальная история. Кривая жизни, я еще понимаю. А вот линия, да, как это линия? Тем более, я по старости иногда натыкаюсь на какие-то произведения вековые и вечные, и вдруг с удивлением понимаю, что я неправильно это все вычитывал. Вот Пушкин хороший поэт, да, вот у него в Борисе Годунове Пимен там «И пыль веков от харти отряхнув, правдивое сказание перепишет». И я по дурости всегда думал, что какой-то сидит старый хрен, да, кругом эти флянты, он берет какую-то истлевшую рукопись и, значит, что мне пропадало, переписывает. А потом я понял, это же Пушкин перепишет, это в смысле переосмыслит своими словами. И это так мудро, мы сейчас все кругом, все переписывается, история, биография, любви, все переписывается. Вот пыль веков от харти отряхнув, все переписывается. Поэтому иногда вот так вот хочется, вот если уж про линию жизни, как-то вот о людях, которые в основном все ушли, к сожалению, или те, которые еще из последних сил живы, как-то вот молодые интеллигентные ребята, иногда вот в нашей сфере читаешь там какие-то театровические изыскания, да. Например, иногда прочел очень хорошую такую интеллигентную историю про Эфроса. Я читаю, очень интересно, как он репетировал «Чайку», снимается кино, 104 страницы, да. Читаю, дико интересно. А потом подумал, я ж там был. Я это все репетировал. Ничего похожего. А она родилась через очень много лет после всех этих событий. Поэтому вот это такая билетристика. И вот надо успеть рассказать, как было, пока не переписали, отряхнув меня от харти. Мне сказали, что здесь собирается интеллигентная публика. И это видно по лицам. Вас немного, но много их и нет. Это я комплимент. И мне сказали, что вы будете меня спрашивать, а я буду отвечать. Правильно, да? Спрашивайте. С самого начала. Я тут еще двух молодых людей пригласил. Очень они... Они вписываются в линию жизни. Дело в том, что у нас класс, в котором мы учились, он, конечно, немножечко, извините, у меня связки. Я тут орал недавно, дурак. И вот на тебе. У нас класс, мы учились в замечательной, удивительной московской 110-й школе. Она легендарная. Мы кончили школу в 52-м году. И вот это, считайте, это 48 и 16, и еще, считайте, 10 лет учились, да? Понимаете? Но у нас сегодня его нету, но мы могли бы... Он был и существует замечательный друг детства, Вилли Гундарев. Он сумасшедший. С третьего класса, да? С третьего класса у нас существовала газета, своя классная, называлась «Колючка». Там рисовали шаржи друг на друга, стишки писали, вот. И вот с третьего, со второго, с третьего класса по сегодняшний день, представляете, каждый год 23 ноября собирается класс. Представляете? Это вот, как портрет Дарьяна Грея наоборот, потому что их все меньше и меньше. Нас немного осталось, но мы очень крепкие, и все время снимает Вилли. Это вот, представляете себе? Это вот 70 лет вывешивается на стенах этого кабака, куда мы приходим, вот это вот ретроспектива класса. Так вот, два пацана здесь сидят. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Это Николай Ильич Бермант, встаньминечко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И Сергей Никитич Хрущев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот такая была школа, она была там, все были элитные. Но вот Сережу на бронированных автомобилях в школу не возили. Понимаете? Он ходил пехом, как и сейчас сюда пришел. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вот, так что я здесь не один, а с пацанами. Они моложе меня. На год Мишка и Сережа. На год молодцы, свежее намного. Мы созваниваемся с людьми, которые в Америке и в Германии вспоминаем, обзываем друг друга так, как и тогда. Я был среди Ширва. Кличка. Сережка был Серия. Сын генерального секретаря Серия. Ничего, отзывался. Спрашивайте. Александр Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Тоже что-то с голосом. А вот, иди сюда. Поперхаем вместе. Очень рада, что вы сегодня с нами. В вашей книге «Проходные дворы биографии» вы пишете, что самая ирония – это защита от всего, что вокруг. От чего защищаетесь? Я защищаюсь в основном от трех параметров, которые я ненавижу. Это глупость, скупость и жестокость. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Вы пишете, что ваши роли – это роли, где я – это я. То есть, получается, граф Альмавива, Мольер – это все получается один и тот же человек, Александр Ширвинд. Вы можете как-то это объяснить? Я преподаю, я самый старый профессор в институте Щукин. А после этого, что я самый старый, с 57-го года я преподаю. И вся эта шпана, милая, я не об этом, на моих глазах. Это очень интересная история. Как спрашивают нынешняя молодежь, прошлая молодежь – те же самые, те же самые, все то же самое. Только когда в наше время, грубо говоря, абитуриенты, которые сейчас стоят, стада около театрального института, дорожащих. Но если раньше, система образования театрального, что такое 4 года? Задача первые 2 года – вот этого щенка, говоря нашим языком, зажатого, раскрепостить мышечно, умственно и так далее. И вот, а потом уже так, сейчас, когда они приходят в рваных джинсах из фитнес-клуба, из дома 2 телевизионного, задача двухлетняя – закрепостить. Так вот, насчет ролей. Знаете, есть перевоплощение внешнее. Вот, например, великий, замечательный актер Николай Алимович Гриценко в Охтанговске. Гений, гений. Он не мог выйти на сцену, вот так запудрившись. Сейчас, я не помню, чтобы сейчас кто-нибудь гримировался, грубо говоря, портретный. Он нос гумо-папанов, то ли, он не мог, они ощущали себя голыми, если они загримированы. Это перевоплощение. Есть, так сказать, система внутреннего перевоплощения. Иногда это совмещено, тогда гениально. Но так называемая теза «я в предполагаемых обстоятельствах» – это все-таки основа органического существования. Иногда можно на себя напялить что угодно и превратиться в клоуна и кривляку, а иногда каким-то маленьким мазком через себя, так сказать. Вот. Это и есть «я в предполагаемых обстоятельствах». Я не против перевоплощений. Я сам люблю фарс, клоунаду. Но все-таки мне милее «я в предполагаемых обстоятельствах», чтобы в роли найти какие-то такие внутренние ходы и мазки, которые мне были бы идентичны лично мне. Тогда я себя ощущаю в этом комфортном. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, Александр Анатольевич. Здравствуйте. В спектакле «Театра сатиры» вы играете Мольера. Мольер кричит, что окружен врагами. Вы говорите в своей книге, что это единственная реплика, которую бы вам хотелось сыграть искренне. Что касается реплики, действительно. Тут интересно. Я же когда-то у Эфроса, кстати, в Ленинском ассамболе играл в замечательном эфросовском спектакле «Мольер». Я играл Людовика. И вот прошло каких-нибудь 50 лет, и я, значит, дожил до самого Мольера. Тема «Художник и власть» – это вечная тема драматургии великой. Что касается Мольера, там еще внутри театр. Театр. Когда я играл Людовика, будучи очень довольно свежим артистом у Эфроса, я играл Людовика, потому что, знаешь, я был артистом. Когда я играл Мольера здесь, я уже был художественным руководителем театра. И всю вот эту внутреннюю систему худрук и театра я уже знал не понаслышке. Поэтому, когда он кричит там, окружен врагами, действительно, я знаю, о ком я кричу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мужчины седеют окружен врагами! АПЛОДИСМЕНТЫ УДАЛЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Позор убьет меня. Ты не обманешь меня? Ты меня не обманешь? Я люблю тебя. Ты меня не обманешь? Я люблю тебя. Я люблю тебя. Хочу жить еще один век с тобой. Ну, ты не бойся. Ты не бойся. Я заплачу. Нет. Я тебя создал. Ты будешь первой, ты будешь великий, ты будешь актрисой. Это мое мечтание. Значит, так это и будет. Но если ты, если ты не сдержишь клятву, ты отнимешь у меня все. Ты отнимешь у меня. Вы писали то, что актер – это не очень мужская работа, что нет вас лицедейской страсти и что с выбором профессии вы не угадали. Однако мы знаем Ширвинда как успешного и состоявшегося профессионала. Почему вас терзают такие мысли? Спасибо. Ну, это я, конечно, немножечко, так сказать, иронизирую и кокетничаю, пися это. Но все-таки это так. Вот эта некоторая инфантильность, заложенная в фундамент профессии, она скорее женственная, нежели мужская. Мужчина должна быть все-таки... Актерская профессия, по большому счету, она предполагает животное начало. Почему на сцене нельзя переиграть кошку, собаку или ребенка? Потому что они сногсшибательно, органичны, наивны, инфантильны и искренни. Питер Брук, великий режиссер, он, по-моему, как называется, троюрный брат Валентина Николаевича Плучика, нашего покойного, замечательного мэтра. И когда Питер Брук приехал в Москву, в это время Плучик выпускал ревизора здесь. И Питер захотел посмотреть на репетиции. Это было волнение страшное, потому что Толя Попанов играл, репетировал самого Городничева, а у него была страшная, совершенно маниакальная боязнь первых спектаклей. То, как он десятому, он раскрепощался. Питер Брук пришел на какой-то прогон генеральный. Покойного Валера Левентали. Ой, все покойный, покойный. Замечательное было оформление. Коровый Чука, музыка ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, тревожная. И первая сцена, когда, значит, мы все чиновники собирались, вот, вбегал Попанов родничий с этой репликой, значит, пренебрятый к нам едет ревизор, да. Музыка и все кулисы, и эти самые падуги на эту музыку, на эту реплику перекашивались от ужаса. Такая была штука. А у нас замечательная моя помощница, помощник режиссера, Верочка, она патологически сердобольная дама. Она все время каких-то котов брошенных, да, и тащила в театр пригревать. Она где-то там в бутафорском цеху, какой построила вольерчик, и эта кошка, как назло, перед приездом Брука, родила. Причем неизвестно от кого. От кого-то из артистов, потому что котов нету. Да и артисты все половину кастрированные. Короче, идет этот самый прогон, выбегает Папанов, друг в зале. И он говорит, к вам едет ревизор. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А когда она начинает закрывать музыку, эта кошка, услышанная бам-бам, выпрыгнула из вольера, на сцену, вцепилась. Сначала в падугу, потом от падуги сорвалась, вцепилась в кулису, туда, та раскачалась, она, по-моему, и тут. Хана. Прошел этот прогон, собирает Брук. Эту веру, значит, в это время уже выгнали навсегда. Кошку в аквариум, в сад выгнали. Брук говорит, Валя, ты гений. А что тут? А спасибо. Лучник думает, что он будет рассказывать сейчас какой-то замечательный спектакль. Говорит, с этой кошкой? Как это удалось? Так что переиграть кошку нельзя. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Александр Анатольевич. Конечно. Эфрос писал, что вам не хватает душевных мук, то есть драматизма. Так кто же вынул из вас драматизм? Все понемножку. Да, действительно, понимаете, когда вот Эфрос пришел к Ленком, я был тогда заведующий всеми этими шутейными делами в Доме актера. У меня вот такая замечательная была капустная бригада, значит, Казаков, Миронов, Подгорный, Сатановский, Державин, Богачев. Замечательно говоря, мы там шутили. И на это закрывали глаза везде. Потому что этот пар, да, непонимания, ненависти, невозможностей, который накапливался, особенно в всяких богемных кругах, композиторы, архитекторы, художники, нужно было куда-то выпускать. А куда? Ничего себе. Поэтому вот эти вот внутренние келейные, значит, заведения, делайте, что хотите. Вот. И поэтому, когда приезжал, говорит, Назым Хекмет или Сартр, который любил Россию, я говорю, у вас за стенки, я говорю, у нас пойдемте. Мы вели на шестой этаж дома актера, где эта молодая шпана несла, бог знает что, по тем временам, конечно. Всей вот этой вот хихиканье я попал, значит, когда пришел Ефрос, который был драматичен эмбрионально. Он не мог ничего прочесть, что там смешно или никак. Он искал драматическую подоплеку во всем. Вот. И он, значит, когда решился взять меня в снимается кино, вот в это, на главную роль, вот он пытался из меня выхолостить эти все штучки. Вот это поэтому там и писал. АПЛОДИСМЕНТЫ Вообще биография Ленкома, творческая биография, сначала, с основания по сей день, это как кардиограмма такого взбестившегося инфарктника. Вот так вот. Небывалые взлеты, страшные падения и так далее. Сейчас вот, слава богу, мой любимый друг Захаров столько лет держит театр в таком замечательном статусе. А было вот так. До Эфроса, ну, бог знает кто, там, мол, я, когда пришел в Ленком, как пришел, когда меня взяли, театром руководили две замечательные дамы, Гиацинтова и Бирман. Потрясающие ученицы Станиславского. Они потрясающие актрисы, абсолютно антиподы. Никакие не режиссеры и не худруки. Потом были массы, было майоров, был главный режиссер замечательный, режиссерный майор, Толмазов. И когда вдруг появилась полная пустота, вот вдруг решили, ну, попробуем. Потому что Эфрос и Ленинский кемсомол – несовместимые вещи. Ну, за это время, по-моему, за пять или шесть лет было сделано очень много замечательных спектаклей. Я вот тоже, к своему счастью, сколько, девять главных ролей у него сыграл. 104 страниц про любовь, снимается кино, был знаменитый спектакль. Чайка, Мольер, это самое, что тот солдат, что этот. В общем, много. И так, правда, третье. Жил-был человек. Это ты человек? Ну что ты, кто это такой может подумать вам? Это аноним, его жизнь сравним. Ну, с чем бы сравнить-то его жизнь? Вот, с быстро двигающимся автобусом. Такой блестящий автобус, люкс. У окна сидит тишайший мальчик, интеллигентный маменькин сынок, вундеркиндик. Из этих, из будущих гениев. Автобус движется точно по нашему расписанию. Поехали. Остановка первая – школа. Остановка вторая – призы на физолимпиадах. Автобус движется – золотая медаль. Автобус движется – университет. Первоклассное распределение. А потом что-то сломалось. Берется он за одну работу, но у него не выходит. Он за вторую, побоку, третью, туда же. Вылезает он из автобуса. Смотрит в рации. Ну что же это такое-то, а? Автобус люкс. Двигался, но ведь точно двигался по нашему расписанию. Может быть, правда, не в ту сторону. Александр Анатольевич, здравствуйте. Вы довольно часто критикуете современных режиссеров за то, что они стремятся больше показать свою точку зрения, нежели раскрыть идею драматурга. Однако спектакль «Чайка» Эфроса, который вы упомянули, и где вы играли Тригорина, ругали за то, что там Треплев главный герой, а Нина показана как хищница и одержимая карьерой. Вот что вы скажете по этому поводу? Спасибо. Да, я тебя понял, вопрос очень интересный. Дело в том, я совершенно, во-первых, я очень осторожно всегда, когда спрашивают, понравилось, не понравилось. Потому что сразу ловишь себя на старческом брюзжании, понимаешь? Нельзя, нельзя. С другой стороны, а если не нравится? Потому что это вот есть очень крепкие и необыкновенно смелые ребята сейчас, талантливые и безумно. Если это прочтение режиссерское, а если это лишь бы не так, то, понимаете, вот я ловлю себя и на... Приходишь, что-то смотришь, да, думаешь, я это видел, я это видел, это было, да. Что если что-то смотришь, думаешь, нет, симпатично, но если поднатужиться, ребят позвать, учеников, можно сделать. Отроб берет, когда смотришь, думаешь, никогда не придет в голову. Вот это, понимаете, это другое дело, да. Вот такие фигуры, к сожалению, говорит нам о нашем театре, например, были штучные личности, которых нельзя было предугадать. Попанов, Пельцер, Андрюша Миронов. У нас в театре был замечательный человек Егор Баронович Тусузов. Маленький, сухонький человечек, вот, умер 97 лет, никогда не был женат, поэтому продержался. Баб обожал. Так вот он жил один, замечательно, рядом с советом, обожал ходить на похороны. Это у него просто спускался, брал газету какую-нибудь, советскую культуру, а некролог говорит, о, смотри, 77 лет пацан помер и бежал хоронить. И Попанов говорил, ребята, не страшно умереть, страшно, что Тусузов будет стоять в почетном карауле. Александр Анатольевич, Вы входили в число 12 актеров, которых Эфрос взял с собой в театр на Малой Бронной. Однако Вы ушли от него. Почему? Во-первых, он не взял. Там была трагическая история. Его просто выгнали из ленкома. И мы, 8, по-моему, человек, ушли с ним в этот театр. Это давно уже муссировалось, как ушел, предал. Ерунда собачья. Мы прекрасно дружили с Толей до конца его жизни. Тем более, что он, в общем, мой родственник немножко. Наташа Крымова, его жена, замечательная театроведша. Она дочь жены моего дяди. Поняли? Просто, понимаете, когда Толя был в ленкоме худрук, и вот была небольшая группа создавшихся его любимых артистов, это было одно. Когда он пришел до очередным режиссером и имел одну постановку в два года, условно, да, это другое дело уже. И потом, если быть честным, режиссеры такого ранга и уровня, как Эфрос, они люди влюбляющиеся, впечатлительно, необыкновенно. Он имел музу одну свою, замечательную мою партнершу, великолепную актеру, актрису Ольгу Михайловну Яковлеву. Это была его муза. Все остальное мужики. Он влюблялся. Не как в мужиков, а как в актеров. И поэтому, когда появился там Коля Волков, Даль, Казаков, да, и так далее, Гафт, мы, вот эти, его прошлый, прошлый фундамент, стали, так сказать, оно еще, это как вот гениальный скульптор, сколько можно месить одну и ту же глину, самую, самую качественную. Хочется другого материала. Вот. Это одна страна. Другая страна, значит, Державин уже работал в театре сатиры, значит, Захаров, Миронов и Державин в шесть рук меня, значит, вынули, потому что появилась вакансия Валентина Ильич Гафт, гениальный артист, гениальный поэт, гениальный человек, невыносимый друг, вот, он как раз уходил из сатиры. Валя, по-моему, один из немногих москоскорской артисты, тоже поработал во всех театрах Москвы. Не потому, что он что-то искал, а потому, что он хотел понять, где настоящее искусство. В очередной раз понял, что там не искусство, и ушел. И освободился вакансия Графа. И меня переманили. Вот такая история. Никакого криминала нет. Кто фигарла заставляет себя ждать? Сейчас надо будет навести его на разговор, попытаться выведать, известно ли ему что-нибудь о моих чувствах к Сюзанне. Как раз, вовремя. Если она ему проволталась, я женю его на старухе. А уж мы сообразим, как нам поступить с молодой. С моей женой? Что вы сказали? Я к вашему слугу, ваше сестре. Что вы сейчас сказали? Я? Да. Ничего не говорю. Ну, как вы сказали? Вы сказали, с моей женой будьте добры. Правильно. Это конец моей фразы, вовсе это стало. Об этом поговорите с моей женой. Будьте добры. С его женой. Чего вы пазднуете, когда вас вызывают? Я упал на бомбы, перепачкался, пришлось переодеваться. На это нужен час? Ну, час, не час, время нужно. Ну, в этом доме вообще слуги одеваются дольше, господи. У них нет лакеев, которые могли бы им помочь. Нет, вообще не понимаю, зачем надо было рисковать жизнью, выбрасываться из окна. Ну, какой же это риск? Что ж, я живым закопался в землю, что ли? Я не об этом хотел с тобой говорить, не для этого вызвал ценность. Вас невозможно представить без курительной трубки, хотя сегодня ее с вами нет. Вот это тоже от нее, кстати. Расскажите, большая ли у вас коллекция, кто вас приобщил к этой страсти, как к этой страсти относится ваша супруга и рассказываете ли вы своим внукам, что курить вредно? Коллекции у меня нет, у меня свалка. Вся семья от правнучек до Натальи Николаевны норовит хоть немножко трубок в ведро смахнуть. Но у меня такое их количество, что это невозможно. На эту иглу посадил нас покойный, замечательный наш друг Виктор Михайлович Суходрев. Был такой великий переводчик, дипломат, возил всех генсеков и так далее. И Никита Сергеевич, да, Сережка, Вичка ведь возил. Потом, значит, очень много бросили курить. Все сбрасывают мне якобы подарок. Она с вами бросили курить. Умерли трубки Гриши Горина, трубки, значит, Олега Янковского. Все у меня лежат. Все у меня лежат. Тогда они набросились на меня. Вся шпана эта молодая, любимая моя. Наш мой сын, Миша, Денис Евстигнеев, значит, команда Табаков, значит, молодой. Боткнули трубки, потом бросили курить. И трубки опять мне, а потом навалились, и перестал я курить. Они не велели. Совершенно замучился. Спасибо за аплодисменты. Я кукулю-кулю по-прежнему. Просто мой сын, Миша, ненавидит этот рассказ, но раз вы спросили, я вынужден сказать. Вот у меня что-то такое было с горлом, как сейчас. А я бросил курить, не знаю, что делать. Потом коленки не ходят, а дышка. мне сказали, есть академик, никого уже не принимает, только пишет. Он тебя любит, поедем. Он тебя согласился принять, поговорить. У меня полное собрание сочинений болезней, анализы, выписки. Здравствуйте, здравствуйте, да, садись. Я говорю, вот у меня, ой, ой, убери, убери, убери. Мне уже понравилось. Что? Я говорю, да вот коленка, у вас какая? Я говорю, вот левая, а у меня правая. Вы сидели, потрепались, я говорю, в конце, я говорю, да, кстати, я бросил курить. Он говорит, зачем? Я говорю, да вот у меня. АПЛОДИСМЕНТЫ Он говорит, сколько вам лет, я говорю, там, Вот, ой, муравейстники, я младше вас на полгода. Дорогой мой, в нашем возрасте ничего нельзя бросать, ничего нельзя менять, надо доживать. АПЛОДИСМЕНТЫ Я его... АПЛОДИСМЕНТЫ Я поцеловал его во все грамоты и ушел, воткнул трубку, посылал всю молодежь, не на канале культура, будь сказано, и курю, и, как видите, прекрасно разговариваю. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Анатольевич, очень интересно узнать, а кем труднее было быть? Партнером или же другом Людмилы Гурченко? Спасибо. То, что мы так долго с Гурченко дружили, это только потому, что у нас никогда не было ни романа, ни флирта, ни связи, ни вот столько. Никогда. Иначе бы все. Вот как-то обошлось. Она замечательная дама, уникальная. Мы много играли с ней в театре. Сначала в интерпрезе играли в театре Чехова «Честование». Это очень давно замечательно она играла. Потом у нас в театре мы играли спектакль Городинского, «Поле битвы после победы предлежит мародерам». Такая парная. С кино снимались. Она великая дама. Чего она умерла? Она умерла, потому что она совершенно не могла стареть. Она это просто... Она панически этого боялась. Она никогда себе не позволяла стареть и умерла молодой совершенно. что бы там мне не рассказывали, от чего она умерла. Я знаю, что она умерла. Она умерла, потому что ей показалось, что она начала стареть. Итак, мадемуазель Карина. Я слушаю вас, майор. Интересно, к какому акту вы репетировали эту сцену? Да. После того, что я увидел дважды. Надеюсь, между нами все кончено. Надеюсь. имя, честь. Прощайте. Удивительно. Другая бы оправдывалась. Доказал бы свою невиновность. Ну, это было бы очень просто. Так же легко, как вам оскорбить невинную женщину. Только запомните, если вы заставите меня оправдываться, я оправдаюсь. Но только после этого между нами будет все кончено. А если вы будете милы и без всяких доказательств, просто на слово, без судов, поверите мне. Да что, вы меня хотите простить? Да, я окажу вам эту милость, а что? Окажете ты милость. Это прекрасно сказано. Короче говоря, я считаю до трех. Если я за это время не услышу никакого решения, раз, никаких, какой я жду. Ну хорошо, я если уступлю, если я сдамся первый раз в жизни. Я назову это благородством, два с половиной. Ну, ну-ка, ну-ка, предположим, я вам верю. Ты мне веришь? Ну, верю. Визну? Верю. И еще? Нет. Ну, какого? Да, ну-ка, какого нет. Ну, благодарю. Есть такой замечательный спектакль «Безумный день» или «Женить бы Фигаро». И он ставят в разных городах, и в Москве в том числе. И при этом, когда сидишь и смотришь на сцену, все время вспоминается спектакль ваш. И вопрос такой, как вы считаете, в чем секрет вашего спектакля, в чем его феномен, и почему современные спектакли уступают ему? Ну, значит, уступают, я не знаю, есть замечательные спектакли. Просто это была великая угадка Плучика. Когда выпускался «Женить бы Фигаро», это было время, когда шли столевары у этого самого, у Ефремова, когда стояли конструкции, когда выкатывались «Жигули» на сцену. И вот в этот разгул этих вот дом «Жигулей» и производственных отношений на сцене было построено Левенталем три сахарницы. Слава Зайцев одел на всех перламутровые костюмы, зазвучал Моцарт, да, выскочил Андрюша с мытой головой, да, и все обалдели, понятно, и немножечко посмотрели на эти домные, да, подумали, ой, и это была большая угадка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наши жёны, мы не владеем в достаточной степени искусством поддерживать в нас влечения, любить всякий раз по-новому, оживлять, ну, если можно так выразиться, прелесть обладания, прелесть им разнообразия. Значит, женщины должны всё... А мужчины ничего. Ну, мы же не можем изменить законы природы. Наше дело убиваться в взаимности, а дело женщины... Так, а дело женщины... Уметь нас удержать, об этом очень часто забывают. О, нет! Я-то уж не забуду. Я тоже! Я тоже! Я тоже! Очень сильное эхо, будем говорить тише. Созум, какие пленительные минуты ты мне даришь. Ты уж самый, самый обворожительный любовь в мире. К тому золоту, которое я тебе обещал, я дарю тебе вот это кольцо. А-а-а. Оно с бриллиантами. Ты будешь носить его в знак любви ко мне. Пойдем. Ну, пойдем. Пойдем. Ну, пойдем, ну, на несколько минут в одну из этих беседок. Ну, ну, ведь там же темно. Что мы читать, что ли, собираемся? Вы назвали режиссера Сергея Арцебашева целой вехой в своей жизни. Расскажите, какой это человек? Вот, я говорил о штучности, о индивидуальности. Абсолютно индивидуальности. Во-первых, у него был бархатный, шикарный голос. Такой обволакивающий тембр. Сейчас я, и последнее, что я сейчас играю на сцене, это арнифль. Спектакль, до и до сих пор, поставил Сережа. И в конце этого спектакля, мистическое дело, музыку в этом спектакле написал Юра Саульский. Это последнее, что Юра написал при жизни. Если вы вдруг придете на этот спектакль, послушайте, какая там страшно щемящая тема музыкальная идет сквозно. Как это мешает моей легкомысленной работе? Дорогой мэтр, ваше легкомысленное. Не надо, не надо, не надо, не надо, когда наступит час суда, ну, вы проведете, как вы, вы все поймут, что истинную услугу людям, оказывание реформатора и пророки, нет, только такие немногие легкомысленные шуты, только они помогают людям забывать про смерть. Не надо страшиться смерть, сын. Мы же не на равных, у вас есть индульгенции, у меня нет. Я же не верю, вы недоверчивый, человек, возомнивший себя неверующим, впрочем, мы охотно делаем ставку именно таких. Ставьте на меня, ставьте, отец, ну-ка, не надейтесь, что я приду первым. Церковь интересует именно аутсайдер, ну, что до остальных лошадей, то, бог мой, без них, конечно, бега не состоятся, но мы достаточно хорошо знаем людские души. Мы о лошадях. Да, простите, я хотел сказать, лошадей, и понимаем, что только у аутсайдеров есть надежда на крупный выигрыш. Впрочем, мне кажется, мы с вами еще вернемся к этому разговору. У меня тоже интересная речь, вот симпатия, возникает или уже никак? Он был необыкновенно, так сказать, по-хорошему остро тщеславен. Он создал этот театр на Покровке через такие муки и невозможности. Его обожали, вот это его команда. Он очень трудно работал на стороне. Его, в общем, трагедией была, я думаю, в том, что он тогда вожделенно пошел работать худруком в Маяковку и немножко недооценил масштабы этого заведения. Уйдя вот из такой келейной студии, где зрителей меньше, чем сегодня, попав в этот академический театр с биографией Хлопкова, Гончарова и так далее. Он немножко растерялся, засуетился и что-то не угадал. И когда вернулся уже второй раз, у меня такое ощущение, что здесь он немножко надломился. Вот. А вообще замечательный, тонкий человек. У него при Юре Любимова на Таганке был спектаклик маленький, один из первых. Надежда, маленький оркестрик по Куджаве. Замечательный. Вот это первые шаги его были. Да, жалко. Все жалко, жутко жалко. Добрый вечер, Александр Анатольевич. Маленькие комедии Большого дома. Главный режиссер-постановщик этого спектакля Валентин Плучик взял режиссерами спектакля именно вас и Андрея Миронова. Почему? Нет, он не режиссер, он руководитель постановки был. Он вообще Плучик давал работать. Давал работать. И это замечательно, да. Если это не мерещилось опасностью, что поставят лучше его. Захаров поставил лучше его доходное место и из театра потихонечку ушел. Здесь какие опасности? Ну, давал. Это прекрасно. И вот это первая наша была режиссерская взаимная работа с Андрюшей. А потом он, так сказать, прокурировал, но есть такая рубрика, я никогда этим не занимаюсь. Сейчас, хотя многим помогаю, молодым ребятам, но писать рукой до постановки. Если уж дал, то помоги и... Нет. Профессия такая. Так это, да, это была первая пьеса совместная Аркаша и Гриша, Горина и Арканова. Вот. И мы очень волновались, потому что много было там эпизодов различных и замахнулись на ведущих артистов, которые, ну, как это, свой шпана, сосед, он еще будет на руководить. Но спектакль шел очень долго. Это вариации твоего любимого Аскара Питерсона. Узнал? Ну, конечно. Сережа, только ты не подумай, что я сошел с ума или что мне нечего делать в выходной день. Просто эта пластинка единственная возможность побеседовать с тобой, так сказать, наладить контакт. Потому что я ухожу на работу, когда ты еще спишь. Ты приходишь домой, когда я уже сплю или еще сплю. Да, кстати, когда возвращаешься ночью домой, смело включай свет. Не старайся пройти через нашу с мамой комнату на ощупь. Уж лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И не чись так долго зубы в ванной. Я же все равно не догадываюсь, что ты куришь. Андрей Миронов, Наталья Гондарева, Алла Демидова, ваши ученики. Такие имена гордость педагога. Вы наверняка сравниваете своих прежних учеников с нынешними. Счет в чью пользу? Спасибо. Это такая лотерея. Сколько на моем на моих глазах было училищных гениев, которые растворились. И сколько было, да, которые превратились в Миронова и Гундареву. Все отношения. Наташа Гундарева, когда я обыскал дипломный спектакль, беда от нежного сердца был довольно известный по тогдашним временам дипломный спектакль Водевиль. Очень хороший состав был. Наташенька Заякина, замечательная артистка Леша Грабе, Сидоренко, на Таганке многие. Она приходила гримироваться на студенческую эту самую сцену за полтора часа и сидела. Стала Гундаревой. А те, кто прибегали четыре минуты восьмого, нигде. Ну, в микрофон говори. Да, я в микрофон привык говорить. Шурик, вопрос к тебе есть. Давай. Тебя кто-нибудь в жизни перешутил А ты знаешь, кто меня перешучил? Кто? Не знаю. Генка Курский меня перешучил. А может быть, да. Ты помнишь, Конечно. У нас есть и был замечательный. Он в Америке. В каком городе он? Он в Филадельфии. Слепой сейчас. Ну, вот видите, у нас Генка Курский есть друг. Он был главный шутник в классе. Ты помнишь, да? Да, помню. Или именно он меня делал, как хотел. Да. Потому что я запомнил однажды в этих одноклассниках попытался тебя пошутить. Ты меня сразу два удара загнал в угол и уже дальше я не пытался. И сейчас не пытаюсь никаких шуток. А попытайся. А я сейчас уже устал. Он да. Спасибо. Спасибо. тебе. Приезжай в Америку. В прошлый раз я тебя звал. Ты ехал чёсом от Бостона и дальше на запад. А сейчас может у нас остановишься. Ну, ты в Бостоне мы в кабаке сидели, помнишь? Да, да, до утра. Я потом, когда выехал оттуда, я совершенно не знал, где дорога. Налево, направо. Спросить полицейского нельзя. А ты вообще обожаешь пьяным за рулем ездить? Да, нет, обожал. Сейчас нет. Сейчас нет. Ты так никого не спросишь, но я ехал, 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 пока знак увидел. Доехал всё-таки. Мой любимый поэт Саша Чёрный, да, которого я знаю почти наизусть всего. Понимаю, это вот начало прошлого века. Сейчас читаешь, возьмите его книжку. Вся его сатирическая значит, лингвистика, она как будто это написано позавчера. К тому, что всё, мода, вкусы, темперамент, да, катаклизмы прокручивается и возникает снова. Так вот, у него есть два желания, к которым я дико присоединяюсь. первое желание жить на вершине голой, писать простые сонеты и брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты. И второе, сжечь корабли и впереди и сзади, уснуть без снов и любопытство ради проснуться лет через сто. Вот это, я думаю, хорошее кредо для существования. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...